Добрый день, друзья мои! Меня зовут Юля. Добро пожаловать на мою фотографическую кухню. И сегодня я хочу пригласить вас в волшебный мир элебастр. На мой взгляд элебастр это удивительный материал, сильно недооцененный любителями прекрасного. Считается, что он очень сложен в работе, поэтому его используют узконаправленно. Розетки, маяки, прочие строительные радости. А в реальности это очень старый, очень прочный и экологический материал, вполне удобный в работе, если соблюдать технологию. И сейчас я покажу, как всего за несколько минут можно сделать очень стильную и очень современную трендовую элебастровую вазу. Тут главное условие, правильная форма. У элебастр очень высокая адгезия при липании, поэтому основная проблема извлечь готовое изделие. В этом конкретном случае мы будем использовать пустую пластиковую банку от Pemalux, у которой мы отрежем горлышко. Для середины можно использовать маленький пластиковый стаканчик, но хочется все сделать по-взрослому, поэтому я беру стеклянную рюмку. Будем готовить раствор прямо в этой форме, чтобы все было совсем просто и чисто. Наливаем в банку воду, добавляем элебастр, пропорция примерно 1 к 1, то есть примерно половина банки воды и половина порошка. Засыпаем порошок и тщательно перемешиваем его любой пластикой или деревянной ложкой, лопаточкой или палочкой. На весь этот процесс у нас с вами есть 2-3 минуты. Время более чем достаточно, чтобы все успеть. Размешиваем тщательно, чтобы не было комочков до консистенции жидкой сметаны и отольем немного готового раствора в приготовленный пустой пластиковый стаканчик. Вставим в серединку формы нашу рюмку и отлитым элебастром выровняем края. Придерживаем рюмку пальцем. Вы увидите, как быстро начнет густеть раствор прямо у вас под рукой. Ждем около 15 минут до полного затвердевания элебастра и снимаем остатки помолюксовской баночки. Пройдемся по поверхности тонкой наждачкой, убирая неровности, если они будут. И все, все получилось ровно, красиво и теперь вазочка готова занять свое место в нашем интерьере. Есть еще один важный плюс элебастра. Он пористый и очень хорошо держит ароматы, поэтому добавьте на готовое изделие несколько капель вашего любимого масла и вашему дому обеспечен стойкий, долгий и дорогой аромат. Благодаря стеклянной серединке мы можем использовать эту вазу не только для трендовых сухоцветов, но и для обычных живых цветов. Видите, как хорошо в ней смотрятся первоцветы. Ну и чтобы нашей вазочке не было скучно, посмотрите другие либо островые видео. Добавьте ей друзей. Я надеюсь вам это пригодится. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал и живите просто, красиво и счастливо. Увидимся. Пока.